Информация. Терминология этого слова будет сегодня достаточно необычна, потому что под словом информация зачастую многие из вас понимают вообще весь объем инфошума, который присутствует в инфопространстве. Поэтому это все относится к инфошуму. На самом деле информация имеет очень узкое значение для каждого из вас. По той простой причине, что она побуждает вас, узнав, услышав, просмотрев данную информацию, побуждает вас к дальнейшему изучению более глубоко проанализировать обсуждаемую, читаемую информацию. На своем личном примере вы начинаете сравнивать то, о чем говорится в этой информации, и с тем опытом, который у вас уже присутствует на данный момент. Побуждает вас посмотреть на данную ситуацию с разных сторон, проанализировать, копнуть глубже. Зачастую информация не имеет знака полярности, ни плюс, ни минус, по той простой причине, что на один период времени вы можете на эту информацию смотреть с положительным знаком. Через какой-то период времени вы можете посмотреть на него с отрицательным знаком полярности. Поэтому она имеет нейтральную свою сторону по отношению к знаком полярности, само слово информация. Чем же информация отличается от инфоповода? Дело в том, что информация зачастую имеет нейтральное свое повествование. Оно не вызывает чувства эмоционального подъема или спада, и слушатель не обременен какими-то определенными побуждающими действиями, которые возникают после изучения данной информации. То есть информация имеет нейтральный повествовательный характер. Зачастую. Дело в том, что, конечно же, могут эмоционировать люди на любую информацию, которая имеет противоположную точку зрения. Но это уже больше относится к аспектам личного характера и на общий аспект, по большому счету, не имеет никакого влияния. Информация подкреплена исследованиями, публикациями, которые провели определенные эксперименты, изыскания на людях, например, либо описывают свойства материалов и другие особенности какой-то исследовательской работы. Таким образом, когда вы изучаете информацию в таком, в идеальном состоянии, то всегда там есть ссылки на научные издания, публикации, мнения компетентных специалистов, которые не один десяток лет занимаются в данной области. Но, но, но. Дело в том, что это может играть и маленько обратную инверсию. Дело в том, что точно так же, если глубоко не копнуть, зачастую такой подход используют для введения в заблуждение, что навеяно именно инфоповодами. Так как опирание на столпы, которые занимаются там десятки лет в данной индустрии, они начинают глаголить истину в последней инстанции, так скажем, ситуация маленько поменялась в мире, и вот они решили хайпануть. Поэтому они принимают какую-то такую точку зрения, которая зачастую не имеет какого-то научного фундамента, проведенных исследований, доказательной базы. И здесь нужно в любом случае рассматривать истинность, то есть не опираться на человека, который вещает со своими докторскими, медицинскими регалиями, и говоря о том, что это вот так и никак иначе. Информация, она такая достаточно текучая субстанция, как вода, она может менять форму, знаки полярности. Таким образом, все равно нужно смотреть на первоисточник, откуда взял он эти знания в исходной форме. Он проделал там тысячу исследований, например, как Эдисон со своими тысячами лампочек, которые, как он говорил, я знаю тысячу способов, как лампочка не работает, и знаю один, как она работает. Вот это классный пример, когда есть исследовательская работа, причинно-следственные связи, человек экспериментирует, получает рабочие и нерабочие эксперименты, опыты ставит. Таким образом, отсюда сублимируется знание. Поэтому нужно все равно иметь в виду, что при наличии компетентных регалий снизу, институтов, многие институты сейчас сидят на грантах, которые финансируются компаниями, крупными долгингами, кока-колой, по производству сахара, по производству мяса и так далее. И поэтому эти институты зачастую работают вполне на заказные статьи, публикации, исследования. Перед тем, как опубликовать, они все равно сначала доносят эту информацию в первую источнику, кто профинансировал. И если эта информация понравится заказчику, то тогда эти ребята опубликуют. Но если эта информация не устраивает конечного потребителя, такие публикации не отдаются в свет, и они остаются в ящичках данных исследователей. И они не имеют права их публиковать без одобрения финансовой стороны, кто финансировал данный грант. История. Она очень увлекательна, и многие из вас изучают данный предмет по школьной программе, а кто-то идет на исследование данной темы в институты и становится историками. И сейчас, по сей день, очень большое количество YouTube-каналов, которые посвящены историческим фактам, которые позволяют по-новому посмотреть на историю, происходящую на нашей планете Земля. Это очень увлекательно и интересно. те данные, которые вновь и вновь появляются и дают нам новое представление, что было, и, возможно, это правда, возможно, чуть-чуть иначе. Но, опять же таки, зачастую данная информация, она имеет все-таки эмоциональный окрас. Это интересно, это классно. Да, нам 15 лет в школе говорили по-другому. Эволюция Дарвина – это все ерунда. Там то-то, то-то, то-то. Давайте нам атлантов покажем, еще что-нибудь. Люди-великаны – да, они присутствуют, да, присутствуют кости великанов. Это все интересно, это все увлекательно. Но данная информация, она все-таки относится к инфоповодам. Она с такой подачей подается. Ух, ах, это все здорово и увлекательно. Но дело в том, что, если говорить лично обо мне, данная информация, она рассматривается мной как расширение горизонтов данного мира. То есть, мое сознание постоянно расширяется, и мой стакан наполовину пуст, что позволяет мне смотреть на новые вещи и не давать, так скажем, какую-то однозначную оценку – хорошо, плохо или возможно. Те знания, которые исторически обновляются, они имеют место быть. Но дело в том, что здесь и сейчас, находясь в данной реальности, проживая в 2021 году, я не могу применить эти знания на практике. Эти знания не улучшат мой уровень жизни, мое интеллектуальное начало, мой духовный подъем. Бывают знания, которые меняют прямо в корне ход вещей, но это больше относится к Библии, Корану и другим исследованиям исторических моментов. И опять же таки, это меняет прошлое, оно влияет на настоящее. Я сторонник того, что если у нас есть какое-то настоящее, нужно заниматься именно им, менять, жить в настоящем моменте и отталкиваться от настоящего, формируя будущее. Здесь есть реальные предпосылки что-то сделать лучше, позитивней по отношению к себе, к своим близким, к окружению вокруг, в позитивном ключе. Потому что, отвлекаясь на моменты, которые проходили тысячу лет назад, сто лет назад, мы ни на что не повлияем. Да, предположим, мы узнаем, что было атмосферное электричество, и что дальше? У нас нет знаний, как применить его, например, сейчас. Нет знаний, как использовать те или иные технологические проекты, технологии, которые использовались для строительства пирамид. И что дальше? Мы ничего не поменяем, и даже если эти знания придут, мы не станем с вами строить пирамиду в таком объеме, как она была построена кем-то или какой-то цивилизацией до нас. Но мы никогда не должны забывать о прошлом. Наши корни, наш род, наши знания и предков, они имеют огромное значение в нашей жизни. Потому что, теряя наши корни, мы теряем настоящее и будущее. Потому что, лишив человечества прошлого, управленцы этим миром, люди, которые уже не являются так таковыми, они управляют сегодняшней реальностью. Потому что они забрали прошлое, и они управляют будущим. Это основные моменты управления настоящей реальностью. Если тебе всю жизнь говорили, что ты свинья, соответственно, вопрос времени, когда ты захрюкаешь. Так и происходит в настоящем. Прошлое, которое является нашими корнями, знаниями предков, конечно же, их нужно поднимать, искать, сублимировать, применять. Потому что это энергия, это новые возможности, обновленные в новом ключе. Эти знания не имеют фундаментальные значения, которые мы сейчас фактически утратили. Руны, буквица, это все то, реально, чем стоит заниматься многим исследователям, которые занимаются нашим прошлым, нашими предками. Это действительно заслуживает особого внимания, и я об этом хотел еще раз сказать.